Мы предим от удушья, спасите наши души! Высоцкий самая значимая фигура наверняка 70-х годов, да? Ну, одна из, конечно. Одна из самых ярких, если сегодня провести опрос на население, кто из самых ярких представителей советского периода времени 70-х, даже 80-х годов, потому что после смерти жизнь его не прекратилась, вы это тоже хорошо знаете, назовут Высоцкого. Другое дело, почему? Вы для себя нашли ответ на этот вопрос? Отвечал много раз, пытался формулировать, и даже как-то мне иногда казалось, что я знаю ответ. Тайно, я не знаю, тайно, почему он настолько был востребован, потому что он был, я не знаю, талантлив, потому что он много сделал, потому что он появился вовремя, потому что он был обаятелен. Я не знаю, десятки люди дают ответов, и все равно, я не знаю, для меня это по-прежнему какая-то тайна. Я даже, в общем, может быть, сейчас, а может быть, в принципе, не очень хочу ее разгадывать. Но он необходим. Вот это вот я чувствую до сих пор, это я чувствую много-много лет, особенно после его смерти, что людям не хватает, что он нужен. И они говорят, вот потому что он говорил правду. Ну, потому что, может быть, он знал эту правду. Да? Бог знает. Что было главным для Владимира Семеновича Высоцкого, и что главным является для вас? Спасибо. Ой, какой большой вопрос, на который можно до конца эфира отвечать или книгу написать. Либо очень коротко. Ну, вы знаете, я вам скажу, вот, опять же, я сошлюсь на него, у него есть интервью довольно известное, в котором его спрашивают, но не так, вот, как вы сформулировали вопрос, а его спрашивают, какой вопрос, причем там он как-то так был задан журналистам, да, какой вопрос вы хотели бы задать самому себе, и он сказал, что я хочу знать, сколько мне осталось лет, недель, дней, часов творчества. И он говорит, не то, что я хочу задать этот вопрос, я хочу знать на него ответ. Вот он сказал, то есть, мне кажется, из этого это в конце жизни было сказано, и он был достаточно искренен, мне кажется, в этом интервью, может быть, даже больше, чем было нужно, был искренен в этом интервью. И мне кажется, что он и сказал о главном творчестве, желании, желании творить, писать. И в этом была его суть, он был созидатель, творец. А что это за известная анкета? Молодой парень работал, он потом стал актером, но тогда он работал, он был монтировщиком. И он принес такую анкету, там было, по-моему, около 40 вопросов, начиная там от «Любимый цвет» или «Любимая компания». А что именно в Высоцком, да? Нет, заполняли все, кто-то в шутку. По принципу анкеты просто, да? Он вспоминал потом, да, и он говорит, что вот отец мой у него взял, говорит, да, я дома заполню. Я ответил очень серьезно, вдруг очень серьезно. Вот, и она осталась, он сохранил эту анкету, и она сейчас есть, и вот там написано, да, вот это вот «Хотите ли вы быть великим?» И он написал «Хочу и буду», а дальше там вопрос «Почему там?» или «С какой стати?» И он написал «Ну, знаете» и три точки поставил. Так что он тоже не знал, почему он будет великим. Но так и не хотел говорить, может быть. Да, это правда загадка для многих. Я считаю, что он есть в нашем времени, и он востребован нашим временем. И он современен, и я имею в виду, я просто вижу это и по себе, и по многим людям, и гораздо более молодым людям, чем я. Скажем, по поколению моих детей, он им интересен, он им важен. И, кстати, ну ладно, слишком много я говорю. Я считаю одним словом, что вот так вот, это не совсем «если бы». Он в нашем времени есть. И я не хочу не открещиваться от отца своего, горжусь своей фамилией. И я рад, что я его сын. Мне было 16 лет, когда он умер, но и все равно это. А мои дети, его внуки, мы Высоцкие. Высоцкие, это практически, не хочу вот никак вас ущемить обиде, это практически уже именно рицательное, безусловно. И люди спрашивают часто, у меня на эфире даже гости именитые, как бы сегодня, в сегодняшнем дне, смог ли этот человек адаптироваться, что ли, состояться? Была бы у него такая же слава и популярность сегодня? Вы как считаете? Вы знаете, адаптироваться и состояться поэт может в любой ситуации. И не потому, что ему бы это было трудно или нетрудно, а потому что поэты неизбежно пишут. Артисты неизбежно играют. Человек, которому Бог дал петь, неизбежно бы пел. Вот популярности такой он мог бы не иметь. Я часто задаю на экскурсии людям вопрос, кто создал театр на Таганке? Кто-то скажет, даже крикнет, Володя Высоцкий. Кто-то скажет, Юрий Петрович Любимов. А я скажу, нет, этот театр создал зритель, его величество, московская публика. Это да, и театр... Они это понимали, им это было нужно. Поэтому и Любимов мог сказать там все, что у него на душе накипело. И Володя мог сыграть все, что у него на душе накипело. Вот поэтому не сомневаюсь, что он писал бы и трагические, и комические, и веселые песни. Люди, о которых бы он хотел написать, они есть. Каждый год им вручается премия «Своя колья». Я его знала не на пике его славы, а как раз наоборот безработным, нищим, ободранным, в долгах. Абсолютно никем не признанным. Не то, что его на улице не узнавали. Его в кино-то не хотели брать. Знакомые упрашивали, чтобы его взяли. Вот это вызывало жалость, да? Конечно, как это можно? Я видела, что он гениальный актер. Почему этого другие не видят? Почему режиссеры не стоят в очереди на то, чтобы снимать Высоцкого? Ну, была еще наверняка душераздирающая жалость относительно того, что человек был болен. Да, да. Это ведь тоже одна из причин. Да. Это вот кровавые слезы. Я страшно его жалела. Когда стало ненужно его жалеть, когда он перестал вызывать вот такую острую жалость, когда он реализовался, когда уже его знала каждая московская собака, его легкую походку, как и Есенина, тогда можно было уже уходить. Тогда я ничего не могла. Я просто не светский человек. Я на этом уровне, рядом с ним, выглядела бы нелепо. А вот это дневник исключительно выбранный. Я видел книгу когда-то, замечательно. Это о Высоцком. Все в жертву памяти твоей. То есть это тоже дневниковые вещи, но связанные непосредственно с Владимиром Высоцким, да? Да, да, да. Понимаете, вот, например, про Высоцкого. Очень многие говорят, ну, он прекрасный там певец и вообще все такое, но актер он был, да. Даже у Золотухина я это где-то прочитала в дневниках, да? Но дело в том, что вот, например, с Высоцким я играла в «Гамлете» 10 лет. Он начинал одним актером и закончил совершенно другим. Это был другой «Гамлет», да? А другой актер, глубокий, с философскими какими-то неразрешимыми вопросами, очень энергетически выбрасываемый в зал. Ну, совершенно... Это потрясающе было. Быть или не быть? Вот в чем вопрос? Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться? Победить или погибнуть? Умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны? Тогда уже известный артист Золотохин, еще неизвестный тогда артист Высоцкий, да? 68-й год. Он завидовал каким-то образом вашей популярности? Все-таки уже был бомбараж, хозяин тайги. Слово «зависть» может не совсем правильно, но как-то отмечал вот это? Нет, конечно. Он переживал, что ему не разрешают, не дают вот так вот сыграть какую-то большую роль, допустим, закрыть. Тогда же легла на полку интервенция. Где он играл главную роль. Это ведь вот все совпадение. Но, глаза б мои вас не видали. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. В этом хозяине тайги, когда мы снимались, ребятишки под окнами лежали, его популярность в 68-м году была такая, что приходили ребятишки, и с ними потом взрослые просили меня показать. Я же милиционер, я же не снимал форму ни днем, ни ночью. И они меня просили показать им живого Высоцкого вблизи, потому что они думали, что я его охранник. И тогда была написана и банька, и охота на волков в том выезжем логике. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых стичников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают цейдорвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажком. Что касается Володи Высоцкого, я могу так сказать, потому что я с ним был знаком. Дело в том, что связь культуры, так скажем, артистов и спорта, и в частности хоккеистов сборной команды ЦСКА, она была неразрывно связана еще и с театром на Таганке. И, понимаете, к нам они приезжали на сборы. Володя выступал, пел. Приезжал Валер Шаповалов, приезжал Борис Хмельницкий, Золотухин. То есть мы с Любимовым. Автограф мой есть в старом театре. Не только мой, есть с Афганом Валером. То есть они просто общались с любым лично знакомым, да? Да, а как же я знаком, да, и встречался за границей. То есть есть автографы в его кабинете, в старом зале на Таганке. Мы, так сказать, оставляли автографы там сборной команды Советского Союза по хоккей. То есть мы ушли-то из жизни и Валера, и Володя примерно в одно время. То есть лучших как-то так вот из жизни забирают. Профессионалам, зарплата на Валам. Плевать, что на лед, они зубы плюют. Им платят деньжищи, охромные тысячи и даже за проигрыш. И за ничью игрок хитер пусть берет на корпус. Бьет в зуб ногой и не в зуб ногой. А сам в итоге калечит ноги. И вместо клюшку идет с клюкой. Профессионалам, судья криминалам. Ни бог не считает, ни злой мордовой. И с ними лет двадцать кто мог потягаться. Как школьнику драться с отгорной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь. А так пустяк и оружием. Теперь их уже их бьют к тому же на скоростях. Профессионалам, по всяким каналам. То много, то мало на банковский счет. А наши ребята за ту же зарплату. Слушайте, эти кратно уходят вперед. Пусть высшие лиги плетут интриги. И пусть канадским зовут хоккей. За нами слово. До встречи снова. А футболисты получат. Почему я в фильме вот именно вот эти, эту песню вставили Володя? Потому что он действительно любил хоккей. И они, так сказать, с уважением мы относились к ним, к нашим артистам. И сейчас встречаемся с ними. И они к нам. То есть мы уважали профессию друг друга. Я на Вачу еду плача. С Вачу еду хохоча? Хочу, да. Эта песня посвящена одному из ваших тоже приисков, да? Ну, в общем, это... Мы опять на Высоцкую перешли, да. Это... Валерий приехал в Бадайбо. Там есть река Вача. Это действительно все. И были... Так познакомились? В Бадайбо? Нет, мы познакомились. Гораздо раньше. Мы познакомились с ним в 73-м году. А приезжал он уже в 76-м году. И, в общем, он написал эту песню. И мы рассказывали о ребятах, которые в те годы... Знаете, такие... Они прекрасно работали. Но уезжая на материк, как говорили вообще... Хотя... Та, отчасти, есть материк. Уезжая на материк, не имея возможности что-то купить. Пить дом, машину. Часто пропивали деньги, возвращались. И были у нас такие ребята, с которых он и написал. Очень многие песни, очень многие произведения, не побоюсь этого слова, Владимира Семеновича Высоцкого, посвящены или непосредственно Владимиру Ивановичу Туманову, или его соратникам, или тому делу, которым он занимается много-много лет. Про Вачу я вспомнил. Давайте сейчас посмотрим и послушаем эту песню. Песня. 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 сценарий через защита не начали работать и через несколько лет когда володи не стало манчинский люня сделал первую часть они писали вместе а вторую часть уже кончал но это немножко совсем другое это художественное производить произведение манчинского она немножко другое но там очень много из колымской жизни володи 25 января этого года был ночь и близь 70-летие и никита высоцкий издал такой очень хороший фолиан такой и там есть скольку нет школьной фотографии а школьная фотография где мы там в к в классе такие два босика на последнем и на сем сидели на последней партии то есть обычно там сидят не самые примерные ученики самые примерные вы были с высоцким два хулигана сидящие там не у нас была такая троица высоцкий акимов и я и значит как мы там всякие смешные истории придумали там всякие в цен газете всякие ерунду писали но неважно и значит и самые заводили бы заводила были чтобы как-то так сказать изменить ситуацию акимова от нас в десятом классе перелив другой в параллельный класс и тем самым не разлучили до нас не а вы сколько вместе поручились в школе а мы учились с восьмого класса по 10 выпускной по последний да да потом благодаря как я говорю моему первому спортивному перед вами сидит боженько уберенный убереженный человек убереженный от профессиональной от профессионального хоккея у вас же первый разряд у меня был первый разряд да и благодаря этому первому разряду мы значит поступили вообще-то так смешно и странно вспоминать миссии тогда да миссии какие вот сейчас ребята как они как они знают уже чего они хотят а мы такие были темные это конечно у нас информация была но это но это смешно значит в мае месяце 1 мая что ли там какие-то у нас были всякие гульбища валыга слушает отец нас приглашает хочет с нами поговорить отец высоцкого семена дима чем иначе пришли ну что молодые люди он там он военные так сказать с нами говорил строго ну что молодые людям куда будем поступать мы гамда мы не знаем почему значит так чтобы всегда был кусок хлеба нужно посыпать в технический вуз все до свидания мы пошли не пошли два пацана думать куда им податься дальше такой технический вуз он же очень островный человек был слушай у меня есть такое предложение значит говорит скоро должны принести а тогда я знаю как сейчас приносили пригласительные билеты на день открытых дверей в институты вот самый красивый пригласительный билет в технический вуз будет и туда мы идем то есть строительный был самый красивый билет и был самый красивый пригласительный билет на день миссии мне кое-что мы приходим туда а там стоят такие как мы называем ловцы душ так тихонько спрашивают у кого спортивный разряд такого спортивного я бы у меня какой я бы первый по какому спорту по комбинат спорта по хоккей и сюда минутку нас двое высоцкого уже не было разряда спортивно да да я бы нас двое мы можем вам помочь а чего мы можем помочь мы вам скажем тему сочинения накануне и ягу ну хорошо еще чего и скажем значит а там математика была с очень таким профильным предметом из так скажем кому идти сдавать математику а у нас преподавал лучший николай петрович крюков лучший математик педагог по математике в москве у него был орден ленина такое и у нас так натаскал вообще потрясающе ну и короче говоря действительно значит нам сказали накануне девушки две приехали сказали какие темы я позвонил логике гру тебя есть есть и значит за пазуху положили сочинение пришли на экзамен положили на коленка переписали все но где-то видно по запятой пропустили что ли или а может от волнения такой в общем по четверке мы получили следующий экзамен математика не в этой тите вот к этой женщине я немножко лучшего математику да я вот достаю билет отвечаю все думаю все прекрасно все хорошо только на меня раз одно уравнение дополнительно я решаю а на второе я решаю 10 дополнительно холла серьезно таскались да все я их все значит так щелкал как орехи и получил пятерку выхожу я пишу шагу стерва я все это делаю 10 дополнительно он приходит он тоже отвечает и тоже и та же самая она ему тоже 10 дала и он тоже все 10 решил тоже получил когда он мы 4 пятерка но все равно блатные игорь кахановский владимир васоцкий поступили тогда в миссии но мы сдали честно а два экзамена мы уже знали там иностранный язык мы так более менее знали французский и какой там еще был физика по ну физику тоже понимаем вы были друзья со школьной скамени разлей вода даже если в институт пошли поступать вместе да 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 и потом даже потом вот вот когда мы он он же проучился один семестр все один семестр после его друг кахановский не удержал а вы знаете что вы знаете что он не он не я сам мы когда там начали учиться мы валить куда мы вообще попали с тобой он да да все я ухожу я бы нет ну подожди ну как ты уйдешь а техническая наука была да не по нраву нет абсолютно я уже тогда он писал стихи ну какие стихи там не знаю хорошие плохие они может причинить скину уже я себе мы стал совершенно другую профессию но тогда висел дамоклов меч армии в этом институте была военная кафедра вот бедные мальчишки сейчас я вспоминаю как они все значит там правдами и правдами хотят это но сейчас еще куда не шло год а тогда было по вам три нету даже больше сейчас не помню уже это все это вычеркнутые годы из жизни это слом но и значит он как нет нет не все ну и короче говоря он ушел я не буду там очень смешная история как он уходил но потом у нас с вами длинная история смешная история вот и значит и когда он ушел он уже не сдавал сессию а я сдал сессию приехал к нему двадцать пятого января на день отмечали и мы тогда с ним написали первую песню кстати о птичках вот если но она смешная была на это не знаю не сказать что песня но мы ее сами сочинили пели под гитару ну какая это была песня ее нету ее нету это была песня о том о чем а что с нами произошло как мы поступили в институт как нас послали в колхоз как мы там собирали картошку как мы после этого приехали как от радости что поступили загуляли и короче говоря там значит была такая в то время очень популярная передача по рассказу сергея антона под дубницкие частушки родины и там было очень много песен лирических и одна такая симпатичная песня была я не помню как а парень смелая девушка и на лавочке и прощается вот на этот на мотивчик мы написали значит много-много-много сорок с лишним куплетов а кача окончалась так значит и там сейчас идут каникулы смотрю с тоской на градусник вся ртуть ушла в конец шкалы мороз под 40 градусов и вася бедный болен стал в подстиле он лежит весь день не зря он столько пролежал и муж не нужен бюллетень а коль вам хат не попадет раздавим полнитровочку васек в солдатике пойдет носить ружье винтовочку такая классная песня пошла кстати вот эта фотография была где мы вдвоем вот у него это горло перевязаны шарфом это вот в этот день когда мы написали это письмо это вот ему это значит 56 год ему значит 18 лет с нами телезрительница из москвы либо феликсиевна слушаем вас здравствуйте добрый вечер добрый вечер игорь василич у меня такой вопрос уж больно талантливые поэты получились из одноклассников кто у вас был педагог по литературе вы знаете добрым словом вы знаете мы и я вспоминаю всегда добрым словом это вера алексеевна а как фамилия забыл она была удивительный человек она нам понимаете это 54 год представляете что это такое то есть мы узнали что оказывается была цвета цветаева был есенин был пастернак богу милёв то есть она могла вам открыто об этом рассказать да да но она она нам только рассказывала а мы так этим заразились что мы бегали в историческую библиотеку читальный зал выбрали брали эти книжки дописывали у меня до сих пор сохранился недавно обнаружил тетрадку ученическим почерком выписаны все ну я не знаю штук 20-30 лучших створений игоря северянина представляете и мы тогда этим очень увлекли нас очень увлекла и мы вообще весь класс стал писать стихи ну какие стихи ну конечно пародии друг на друга вот но она нас раздела литература и мы очень признательны и благодарны давайте послушаем песню которая является как мне кажется визитной карточкой игоря васильевича хотя игорь васильевич может быть ее уже не то чтобы недолюбливый но со временем она уже так часто звучала в вашей жизни что может быть отношение к ней несколько другое но мы-то с вами по-прежнему ее любим и если мне память не изменяет то первым исполнителем песни бабье лето был владимир высоцкий это был я а потом он сначала вы это разумеется а потом пел высоцкий бабье лето мы услышим с вами прямо сейчас бабье лето клены выкрасили город колдовским каким-то цветом значит скоро значит скоро по билетом по билетом по билетом по билетом что так быстро дают листья ничего мне непонятно а я ловлю как эти листья наши даты наши даты наши даты а я ловлю как эти листья наши даты наши даты только вот ругает мама что меня ночами нету что я слишком часто пьяный по билетом по билетом по билетом по билетом а я кружу на пропалу самая ветреная и женщина а я давно хотел такую и не больше и не меньше а я давно хотел такую и не больше и не меньше а я забыл когда был дома тут он ночи и рассветы это он ох это он бабье лето бабье лето это он это он бабье лето бабье лето рожденный в ссср поэт замечательный классик друг одноклассник Владимира Высоцкого Игорь Васильевич Кахановский девять песню бабье лето которую мы знаем многие с детства только что услышали услышали в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого первого исполнителя после конечно Игоря Васильевича мы ее сейчас в исполнении у меня Высоцкого и поставили хотя существует еще много других исполнителей этой песни я думаю если вас спросить об этом вы назовете как минимум десяток или пятерку людей уж точно которые пели эту песню многие же пели ее тогда да вы знаете я как то в 72 году встретил Андрей Ванисенский он говорит Гарик так меня называл я отдыхал 30 дней в Сочи под твое бабье лето Шульженко пил эту песню для многих она стала как бы главной исполнительной песни да но я не очень я при всем а вы почему не любите потому что все таки ну это мужское от мужчины от лица мужчины понимаете когда она поет я кружу на пропалу и сам ветрая женщина ну это немножко смешно понимаете про высотского раз заговорили вы росли и мужали что называется на большом каретном да да место вам знакомо из детства да да мы тоже хорошо знаем песню исполнил Владимир Семенович которая описывает те чувства те воспоминания связанные с большим каретным давайте фрагментарно хотя бы ее услышим сейчас где твои семнадцать лет на большом каретном а где твои семнадцать бед на большом каретном а где твой черный пистолет на большом каретном а где тебя сегодня нет на большом каретном Игорь Васильевич Кахановский который хорошо знает что же там происходило на большом каретном да да что делали то там как досуг проводили — Ой, досуг это был, конечно. Это были все время посиделки. Посиделки, посиделки. Бесконечные совершенно посиделки, очень скромные. Значит, в основном этого Акимова у Володи. Значит, он жил один. У него родители умерли. Вот. И поэтому практически чуть ли не каждый день мы у него собирались. — Ну, собирались и что? И просто разговоры разговаривали? — Да, да. — Или пили портвейн? Или что вы там делали? — Нет. Ну, конечно, без портвейна не обходилось. Хотя мы не очень его любили. А любили что-то такое... — Покрепче? — Да, покрепче. Но мы как такое... Мы выпивали, но не напивались. Вы знаете, вот как-то странно. Мы умели растянуть удовольствие. Понимаете, там одна бутылка, а там в 10 вечера начали, а до 3 все еще там что-то есть, понимаете? — Васечками друг друга там уже начали именовать? — Нет, Васечками. Это со школы. Это со школы. Я даже не помню, откуда это началось. То ли кто-то сказал, а не Вась-Вась. — А, Вась-Вась. — Вот. Ну и как-то он меня, а я его. И так это назвали. И последний раз, я помню, когда мы с ним виделись... Это просто у меня в памяти стоит эта встреча. Это было апрель месяца 80-го года. Значит, тогда вот это вот РАУ, которое тогда было в ААП, Союзное агентство по охране авторских прав. И там сберкасса. Вот. Это в Лаврушинском переулке. И обычно туда приезжали за деньгами. И как-то я в 11 понедельник обычно там берешь деньги на неделю там приблизительно. Ну, и как-то я утром рано в понедельник, был в середине апреля, уже такой снега почти не было. Вот. И я подъезжаю и смотрю, стоит Мерседес Володькин. И я, значит, иду. А там такой подземный переход был. И мы там с ним встречаемся. Васечек, Васечек. Расцеловались. Как дела? У тебя все нормально. Ты знаешь, извини, я спешу. Вот. И это была наша с ним последняя встреча, когда мы виделись. Мой друг уехал в Магадан. Насколько я знаю, я могу ошибаться, вы меня поправите, разумеется. Эта песня была написана до того, как вы уехали. До. То есть пророческая песня, по сути. Нет, нет, нет. Он уже знал. Значит, я уже там... Была переписка с Магаданом. Сказали, все, мы ждем, шлем. И мне нужно... Да, я был такой фанат футбола. Приезжала Бразилия. Значит, 5 июля 65-го года в СССР Бразилии, которую мы проиграли со счетом 3-0. И тогда та приезжала Пеле, Горинча, все вот эти вот. И мне хотелось это посмотреть очень. Вот. А билет у меня уже был на 8, что ли, июля. И поэтому у Володи, значит, он знал. И когда, значит, с 7 вечера он пришел ко мне, я такую небольшую отходную устраивал, я так жалею, что я потерял этот листок. Он мне... Тогда эти цветные фломастеры, это была редкость, и он мне каждый куплет написал разным цветным фломастером и подарил эту песню. И куда-то она у меня делась, очень жалко. То есть, а потом уже к вам он и приехал в Магадан, да? А потом он, да, когда вот он влюбился в Марину Володи, еще у них никакого романа не было, он обалдевся совершенно, приехал ко мне в Магадан. Я говорю, что ты приделал, ты знаешь? Говорит, я не знаю, что делать. Я пришел посоветоваться. Я говорю, а что я тебе могу посоветовать вообще, что делать? Я не знаю, что. А почему ты думаешь, что у тебя будет с ней роман? Он говорит, сердце чувствует. Я говорю, ну что у вас будет целовать? Нет, еще ничего не было. Потом у него, говорит, столько там... Там Вася Аксена в клине подбивает, значит, Женя Евтушенко, кто-то еще там. Я говорю, а почему? Мне кажется, что что-то будет. Так и было. Потом так и случилось. Мы сегодня еще увидели фрагмент из клипа нами созданного, да? Да. Там мы увидели историю любви, по сути дела, Владимира Высоцкого и Марины Влади. Больше я вам скажу. Мы уже два года с Алексеем Рыбником не можем найти деньги на мюзикл. Я вот думал, вы про это мне и скажете, когда я сказал, что душа болит. Потому что вот ищете мюзикл. Значит, я написал либретто. Да, у меня идея пришла очень простая. То есть, когда я прочитал, говорите, что у нас будет скоро мюзикл по песням Аббы, значит, до этого был мюзикл по песням Квин. Ну, Квин не очень знали, он очень бледно прошел. Аббу все-таки знали, Абба у нас была и все. И вдруг у меня пришла идея, хорошо, мюзикл по песням Квин есть, мюзикл по песням Аббы есть. А почему мне сделать мюзикл по песням Высоцкого? Пришла идея, но пока она формировалась, все, в конечном счете, она вылилась в лавстори Марины Владимировна Высоцкого. И это абсолютно... Там есть, конечно, песня, без его песен не обошлось. Но там очень... Во-первых, уже есть два музыкальных фрагмента. То, что мне дал Алексей Рыбников. Очень красивый дуэт его и Марины, когда они идут по Парижу. Но мне казалось, когда я это все дело затеял и втянул в это время Алексея Львовича, мне казалось, что ну уж на имя-то Высоцкого мы найдем день хрена лысого. Понимаете? Значит, потому что практика показала, что это не прибыльное предприятие. По тем временам, вы же с такой зарплатой человек, входивший в десятку самых богатых творческих людей Советского Союза. Вы же тогда диссидентство не очень проявляли? Или ты уже был? Мы все были анти... Мы практически... Ну, как вы были? В чем выражались эти Советчики? Вы понимаете, что такое вот... Все думают, почему Володя Высоцкий стал писать блатные песни, да? Ведь это же был протест. Понимаете? Я не знаю. Знаете, вот такие стихи есть у Евтушенко. Интеллигенция поет блатные песни. Потому что советские эти песни, эти «Едем мы, друзья, в дальние края», «Станем набоселами, ты и я», «Птица счастья завтрашнего дня» летела крыльями звеня, это все было вот здесь. Это был протест. Это был... Вот его первые блатные песни, смешные очень, кстати. Они мне очень дорогие, потому что он там... Он поим по этим песням, я когда учился на высших театрных курсах, у нас семинар вел Александр Петрович Медров, поэт такой известный. Он как-то пришел, говорит, вчера, мы поехали к Слуцкому, приехал Володя, значит, и он нам до утра пел песню. Такое впечатление, что, значит, вот он просто вот хотел все, что знает. А я ему сказал, Володя, если бы ты только написал, их было восемь, и вот написал вот эту строчку, за восемь бед, один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Вот по этим восьми строчкам ты уже поэт. Можно я спрошу у одноклассника Высоцкого еще вот о чем? Время стремительно убегает, а я со многими людьми общался, и с известными людьми, и Смехов у нас был в гостях, и многие другие люди, которые хорошо знали Высоцкого, но вы-то знаете его со школьной скамьи буквально. Вот вы сказали, мы сидели, рассуждали, иногда был портфейн, иногда что-то покрепче. Потом уже люди, как правило, начали говорить о его серьезном алкоголизме, о привязанности другой к наркотической и так далее. Я не об этом хочу, я хочу понять. Вот в какой период вы поняли, что у него появляется эта зависимость? Это из молодых ногтей уже было, что называется? Нет, нет, у него, понимаете, как ему на первых порах, ему вот до 1984 года, до того, как он попал в театр на Таганке, ему очень не везло с театрами. Ну, во-первых, значит, он после окончания, значит, он женился вот на этой Изи, забыл ее фамилию, в последнем курсе. Она закончила, ее пригласили, значит, в театр Леси Украинки. Вы про Абрамова говорите? Нет, 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 Изя первая жила, Люсья вторая жена. Вот, Володька окончил курс, у нее было несколько предложений, значит, его звали в театр Маяковского. У нас две минуты, ну, он поскитался очень много, я знаю, да. Да, и единственное, значит, театр, который сказал, что я жену тоже беру, это был Равенских в театре Пушкина. И он туда поступил. Он поступил туда. Ну, ролей там тоже не было. И там не было практически. Да, Равенских, значит, сказал, что он берет жену, в результате ее не взял, он мотался между Москвой и Киевом, в конце концов, они разошлись, он в конце концов ушел из этого театра. Вот здесь он немножко запил, потом он, те уже куда приглашали, уже все, мест нету. Он попал в театр Миниатюр, где у Полякова это был не театр практически, все мы им говорим, Володь, ты теперь Миниатюр. Вот, и это все, вот здесь он сорвался. А когда он пришел в театр Кирилл Петрович Любимов, вот с этого у него началась. И он, в общем-то, ну, во всех театрах пьет, понимаете, и он, да, да, но как, что, чего, это, так сказать, хронологии этого я не хочу прослеживать, это трудно. Ну, видимо, он был вот такой. А к Любимову он как относился, если одним словом сказать? Очень уважительный, очень любимый. А Любимов к нему? Очень уважительный и очень его ценил. И когда там в трупе говорили, что же там в Высоцком, он говорит, да, Высоцкому это можно, а вам нельзя, будьте такие, как Высоцкий. У меня здесь недавно моя сестра разбирала какие-то архивы и нашла тетрадку, школьную тетрадку, где было выписано, где, значит, мы ходили с Володей Высоцким в библиотеку Ленинскую, или нет, почему-то в историческую мы ходили. И брали там вот томики Гумилёва, одно время были увлечены очень Игорем Северянином. И у меня чуть ли не весь громокипящий кубок переписан в эту тетрадочку от руки, даже некоторые стихи. А сейчас такое коротенькое стихотворение, помню, на меня оно произвело впечатление своим таким формальным изыском. В 20 лет он так нашустрил, проституток всех осестрил, астры звездил, звезды астрил, кабаки перереестрил, оставалось только выстрел. Замечательно. Северянин, да, какой? Да, да, да. Но я думаю, благодаря вот этой учительнице, Вере Алексеевна, вы говорите, да, звали ее? Не только Вы полюбили поэзию, но и сами многие стали писать. И стали писать, да, мы стали тогда писать друг на друга стихи. А вот несколько лет тому назад, значит, я нашел, опять-таки, моя сестра обнаружила эту тетрадку, вместе с этой еще одну тетрадку, где мы с Володей, значит, где-то в мае решили, в 10 классе решили, у меня была так, пришла идея, выпустить все на газету и в стихах рассказать про всех учителей, про все наши, в общем, школьные цены. Мы избрали Онегинскую строфу, и помню, в один день за 4 урока я написал 11, Володя 9, Онегинских строф, представляете? И, короче говоря, она потом, конечно, потерялась, и вдруг ее у меня сестра моя обнаружила в этой тетрадке. И я отдал, конечно, в музее Высоцкого Никите, и они, в том, было два тому назад, они издали ее, значит, всю, значит, там, в каком-то сборне, в какой-то книге, которая посвящена творчеству Высоцкого, я сейчас не помню, о нем что-то такое, и там вот это наша школьная поэма. Раритетная штука абсолютно, да, то есть первые самые шажочки, еще робки в поэзии того же Высоцкого, того же Игоря Кахановского, которые сегодня, конечно, уже представляют определенную ценность. Вот вы сегодня будете, видимо, часто, я уже вот за последние 5 минут вот это словосочетание «Мы с Володей, мы с Володей» слышу неоднократно. Я, честно говоря, от своих многих гостей слышу это. Мы с Володей, мы тогда-то, тогда-то, причем эти люди не так близко знали Высоцкого. Вы сами знаете, сколько у него потом образовалось, какое огромное количество друзей и знакомых людей, да? Здесь я был, я очень люблю поэзию Димы Быкова, ну и не только поэзию, он очень интересный, читает лекции. Я на все лекции практически выхожу. Он читает, значит, в Доме литераторов, а здесь недавно он читал лекцию о братьях Стругацких и, значит, рассказывал о их творчестве. И почему-то там вспомнил что-то такое о Володе Высоцком и такой фраз сказал, что вот все сейчас, многие говорят, что пили с Володей Высоцком, пили. А я знаю точно, что он пил только с одним Игорем Пхановским, который здесь присутствует. Причем пил, начиная, извините меня, со школьных лет. Тогда, поскольку дружба зародилась, я так понимаю, в восьмом классе, вот тогда и были все эти посиделки. Нет, ну тогда мы, ну кроме пива вообще... Ну портфейн тогда не минуем был, да? Ну портфейн, да, потому что был сад Эрмитаж, где вот в этих павильончиках таких маленьких продавали портфейн в разлив. Ну и Жигулевская на разлив тоже. Да, да, и Жигулевская, и шампанское продавали. И вот, так сказать, рюмка портфейна стоила там какой-то рубль двадцать, что ли. И мы так, мы же там, вообще наш этот самый сад Эрмитаж, то время был таким, мы его называли дворовым садиком, потому что мы после школы все не сговаривались, встречались там. И очень долгое время, и после того, как поступили в институт, там удобно, конечно, там везде посидеть, там можно поговорить, поговорить, погулять. Да, но потом это наш район был, да, такой. Вокруг имени и вокруг всей истории очень много полуправды, да, искаженных вещей. Да, потому что всегда о таком человеке, о таком человеке всегда, например, я всем вспоминаю, допустим, может быть, и не совсем, не то, что корректно, а так сказать, равнозначный, там, Лермонтов и Пушкин, да, а Пушкине анекдотов и чего только нет. А Лермонтов и нет, понимаете, поэтому это просто, ну, вот так получилось, так сложилось. Тем более, что он был в то время, когда, в общем-то, было очень, ничего не было такого, понимаете, такого смелого, такого острого, такого живого, животрепещущего, такого нерва, понимаете. Вот он в этом смысле, он, конечно, гениальный. Ну что, давайте вспомним того самого друга, о котором мы так много сегодня говорим и подробно. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok И лечь на дно Ты меня на рассвете разбудишь Проводить не обутая выйдев Ты меня никогда не забудешь Ты меня никогда не увидишь Эту реку в мурашках простуды Это адмиралтейство и биржу Я уже никогда не забуду И уже никогда не увижу Это Киев, это Анна! Она говорит... Не надо, я понял! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ностальгия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только правда, как и прежде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Никогда не тесно, потому что с детства оно, как песня, Где вместо припева, вместо припева, Стойте справа, проходите слева. Где вместо припева, вместо припева, Стойте справа, проходите слева. Мне сын рассказывает сон, Там серый ослик, старый слон, И мотылёк цветной флажок, Который крылышки обжёк. Мне сын рассказывает сон, Он всем опорой и заслон, Тому подмога, мой сынок, Кто робок или одинок. Мне сын рассказывает сон, Он ясно помнит тихий звон, Он ясно видел слабый свет, Такие снятся сны в пять лет. Мне сын рассказывает сон, Мне, слава Богу, верит он, Я растолкую и пойму, Зачем приснился сон ему. Мне сын рассказывает сон, Не по земле шагает он, А по пустыне мы по льдам, Как будто по моим следам. Он говорит, да-да-да, вот это не вы сочинили, По-о-о, не девочек катает. Я так удивился, что сам Булат Шалыч знает мелодию. Эта песенка на стихи Юнный Морец была написана. Субтитры создавал DimaTorzok Под музыку Вивальди, 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 Под музыку Вивальди, Под льву за окном. Печалиться давайте, 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 Печалиться давайте, Об этом и о том. Вы слышите, как жалко, Как жалко, как жалко, И безнадежно как? Заплакали сеньоры, Их жены и служанки, Собаки на лежанках, И дети на руках. И стало нам так ясно, Так ясно, так ясно, Что на дворе ненасно, Как на сердце у нас, Что жизнь была напрасна, Что жизнь была прекрасна, Что все мы будем счастливы, Когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, Молчала, молчала.